Районный историко-культурный центр неизменно готовит ко дню города различные творческие и исторические подарки. И нынешний год не стал исключением. Здесь состоялось торжественное открытие выставки под названием «Этот город стал судьбой». Мне хотелось сказать вам о том, что вы несете солнце, вы свет несете, тот из прошлого в будущее. Во входной зоне посетители встречают фотографии временного поселка, с которого когда-то начиналась история видного. Временный поселок – это то место вокруг коксогазового завода, там, где у нас сейчас автобусный парк. Здесь можно увидеть снимки, на которых начало строительства коксогазового завода, бараки-вагончики около 50 метров в длину, в которые были заселены первые жители города. Посетитель выставки «Владимир» с 1956 по 1959 год жил в такой временной постройке. В каждой комнате, значит, они были разные, 10 метров, там, 12, такие 8 метров было в этих комнатах. Вот в них была кирпичная печь, вот, так сказать, топили, значит, дровами. В следующем выставочном зале воссоздана комната 60-х годов прошлого века. Собирали всем городом, потому что образы знакомые, да, более всем, это, конечно, комната 60-х с элементами интерактива, когда у нас зажигается абажур, лампа настольная, когда у нас накомодные столики, да, это символ счастья того времени, глобуса, учебники, знаменитая авоська и много-много всего другого, которое можно и посмотреть, и даже сфотографироваться, вот, например, за столом, сидя на венских стульях и за сервированным круглым столом. Еще одна зона рассказывает о первостроителях и людях, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю Видного. Архитектор Борис Ефимович внес значительный вклад в создание города. Именно по его проекту были возведены двухэтажные дома на улице Школьной. Дом на четыре семьи. Каждая семья имеет свой вход, что немаловажно. Немножко дома утоплены от основной дороги. И каждая семья имеет свой небольшой, ну, такой, да, участочек и надел. На экспозиции представлено много экспонатов из музея Московского коксогазового завода. Отдельный стенд посвящен 75-летию Победы. Здесь рассказывается об участии жителей города в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что на выставке представлены фотографии, документы, предметы быта из личных архивов жителей города Видное. Большая благодарность людям, которые собирали эти фотографии, которые откликнулись на зов историко-культурного центра. Нам очень нужны в свое время были вот такие фотодокументы, и они появились. У меня впечатление больше похоже на чувство ностальгии, потому что все это очень живо, это еще свежо в памяти. Мы маленькими бегали по этим улицам, мы видели эти пруды, мы высаживали эти деревья. Ну, конечно, не настолько, не как основатели города, но все равно мы были последователями их. Вспоминаешь те, когда знакомые лица везде на снимках. Еще для посетителей организован небольшой кинозал, где можно посмотреть фильм о героях нашего города. Выставка продлится до 30 ноября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.